Приветствую вас в новом добром дне, друзья мои дорогие. Сегодня 29 мая. Через пару дней наступит уже и лето. Сегодня в Германии, где я живу, выходной день, второй день Троицы. Кто отмечает этот праздник, всех я поздравляю. Будьте здоровы, будьте счастливы. Пусть в каждой семье будет мир и покой. А я вам, мои хорошие, хотела показать, сделать обзор своего садика-огородика. Мне кажется, что давно я это не делала. А может быть, просто кажется. Но начнем с того, где растут вот мои на виду цветочки. Сейчас 7 часов утра, солнышко уже вовсю светит, но не очень-то и тепло. Всего 10 градусов. Май нынче нас не балует своим теплом. Ирисы. Вот в такой стадии. А какие-то еще набирают розы. Я смотрю, уже у многих розы цветут. Даже здесь, в Германии. Но у нас как-то с этим еще не сложилось. Здесь роз у меня в саду много. Они вот такие высоченные. Ну вот, правда, я стою вот так на асфальте. А здесь еще такая приступочка. Но все-таки кусты все почти высокие. И когда они начнут цвести, будет очень-очень красиво. Вы знаете, я даже название всех кустов, всех видов роз, которые растут на участке, не знаю. Но мне это, если честно, и не столь важно. Я любуюсь просто красотой цветов. И этого мне достаточно. Мои любимые ромашки. Очень люблю луговые полевые цветы. Очень люблю. Они мои самые любимые. И вот в саду, ну, конечно, как может быть без ромашек. Помните, в детстве любит, не любит. Вот такая какая-то тут букашечка. Любит, не любит, любит, не любит. Вот. Внучке своей рассказываю, что гадали на ромашках. Смеется, смеется. Говорит, ой, бабуля. Я говорю, да, вот так. Ну, вот эти розы. Тоже вот все. Солнышко светит, и такая тень. Вот такая тень. Ой, где-то голуби. Вчера была вечерняя прогулка на велосипеде. Так, остались в гараж непоставленные. Ну, ладно. Идемте дальше. Покажу, что еще тут у нас. Вот так растет. Это все розы, да. Когда вот этот куст распустится, роз, я вам, конечно, покажу. Шикарный, шикарный. И цвет у этого куста такой особенный. Видите, листочки. Несколько лет назад, конечно, не таким размером его мне подарили на день рождения. И вот так он разросся. Очень красивый. Бутонов много. Розы крупные. Красивый куст. Вот в такой стадии у нас еще цветы. Ну, как я и сказала, солнышко сделает свое дело. И в течение ближайших дней все, наверное, распустится. Колокольчики. Ну, эти цветы знаю из детства. Все, что росло у нас в деревне, там, в поле, перед домом. Эти цветы я еще знаю. И отличить друг от друга могу. Ну, а с другими вот как-то не сложилось. Но идемте дальше. Что у нас сейчас? У нас 14 градусов. Час ранний. Начало 8 часа. Вот так. Пионы. Распустились пионы. Даже уже осыпаются. Видите, большие, крупные. Даже уже осыпаются вот эти лепесточки. Я им не дам пропасть. Сделаю пионовую водичку для умывания. Такая тонизирующая очень водичка. Здесь тоже вот розы. Их по всему участку у меня много. Такая изгородь. Зеленая. Ландыши. Окантовочка. Посмотрите, сколько их тут у меня. Вот они, красавчики. Вот они, красавчики. Майские ландыши. А здесь у меня вот такой уголок. Я всегда говорю, дикий уголок. Но очень его люблю. Не пересаживаю ничего. Вот все как растет, так растет. Ромашки разрослись. Колокольчики. Вот я не знаю, как эти цветы называются. В общем, тут все у меня есть. Очень любят этот уголок. Пчелки и шмели. Прилетают, жужжат. Даже сейчас жужжит шмель. Я думаю, что вам может быть даже и слышно. Дикий мой уголочек. Но и здесь тоже розы растут. И здесь, там вот розочка. Ой, там вот розочка растет. Виноград. Кисточки винограда висят. Тоже будет вроде бы неплохой. Такой мелкий, темно-фиолетовый виноград, который очень любят наши дрозды. И когда он в стадии созревания, то здесь у нас такое копошение. Дрозды прилетают. Поэтому мы и не ругаемся. Пусть клюют в свое удовольствие. Ведь они для нас поют. Ну вот так. Поэтому нам и для еды хватает, и птицам хватает, я так скажу. Вот так он растет. Сюда до сарайчика. Его ветвь. Это у нас сарайчик. И рядом гараж. Вот так. Вчера траву скосили. Как я люблю ее аромат. До сих пор ощущается. В общем, как-то так. Вот такой вот дикий уголочек. Здесь тоже кустик растет. Мой маленький огородик с зеленью. Теплица. И еще вот такой вот уголочек. Внуки наши вчера уехали во Франкфурт. Остались в гостинице ночевать со своими родителями. Вечером уже присылали видео, фотографии, как они отдыхают там в парке. А сегодня хотят пойти в зоопарк. Вот этот лук. Скорода. Шнит. Лук. Я вам его недавно показывала. Сейчас вот такой уголочек в огороде. Просто цветение. Уже сейчас не срезаем для еды, потому что хватает другого лука. А этот просто как красивый уголочек в огороде. Ну что еще? Здесь тоже розы. Вроде бы все неплохо растет. Водичка, как всегда, для птичек. Техника детей, малышей. Вот здесь такой уголочек. Ах, вижу-вижу. Желтенькая роза распускается. Вот так. Здесь желтый. Это желтый куст. Это будет розовый куст. И вот этот какой-то малиновый куст. Фуксия высокая. Здесь должна быть у меня. Здесь фуксия высокая. Вот так. Ой, вот это все надо уже состричь лишнее. Смотрите, какое дерево красивое. Правда? Такая листва красивая. Вот эти веточки. Наш кедр могучий. Елки высоченные под самое небо. Это все на нашем маленьком участке. Казалось бы, маленький участок, а вот так. Огромные даже деревья у нас тут растут. Вот уголочек, где мы проводим послеобеденные часы. Приготовила астры высадить. Купила вот астры. Вот такие. И хочу их высадить. Вот такой уголочек. И маленькая кухня. Там стоят угли для того, чтобы грилить. Вот так. Так. Продолжение следует...